Какая страна первой в мире перешла на цифровое радиовещание и как коту удалось выжить после стирки? Обо всем этом прямо сейчас. Эфелева башня засияла как ёлка. Главный символ Парижа преобразился. К праздникам на ней установили новую световую инсталляцию. А попав внутрь, на первый этаж террасы, посетители окунаются в настоящую зимнюю сказку. Здесь соорудили блестящие скульптуры пингвинов, копию самой Эфелевой башни, с серебристыми зеркалами, а ещё сверкающие сосны и льдины. Праздничная Эфелева башня будет до 18 февраля. Ещё не крепко стоит на ногах, но уже уверенно катается на сноуборде. Малышка Кэш Роули из США за два дня до первого дня рождения поразила своим удивительным мастерством на горнолыжном курорте. Как катается маленькая сноубордистка, можно увидеть на видео, которое выложили её родители. Ребёнок уверенно держит равновесие и с удовольствием покоряет вершины. Норвегия стала первой в мире страной, которая полностью отказалась от сети FM-радиостанций и перешла на цифровое вещание. Разные регионы начали переводить ещё с начала этого года. Последним на цифровое вещание перешёл накануне архипелаг Свальбард в Арктике. Многие жители были крайне недовольны таким нововведением. Для цифрового формата пришлось покупать новое оборудование. При этом почти половина автолюбителей не сможет слушать радио в новых форматах из-за старых приёмников. Благословлять животных в храмах – новый тренд в Японии. Ранее традиция молиться за здоровье, долголетие и успешное будущее касалась только детей. Родители приводили их в три года, пять и семь лет к священникам на благословение. С недавних пор это разрешили делать и владельцам животных. За последний год благословили 20 миллионов кошек и собак. Это на 5 миллионов больше, чем детей. Кот выжил в стиральной машине. В Норвегии животное попало в барабан вместе с бельём и чудом смогло спастись. Кот по имени Зеро стирался 40 минут при температуре 30 градусов в режиме для шерсти. Он насквозь промок и едва мог устоять на ногах после такого испытания, рассказал в интервью 14-летний Йоаким, который и обнаружил кота. Животное сразу же отвезли в ветеринарную клинику. Спустя два дня Зеро вернулся к своим хозяевам. Продолжение следует...